МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале УТС новости в студии работает Светлана Антимонова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В среднем не на много цены поднялись. Процентов на 10, скажем так, по сравнению с прошлым годом. А поток покупателей снизился. Цены не взлетели, работу не остановил. Торговый центр, владелец которого угодил в санкционные списки. Как живут в новых реалиях продавцы и покупатели? Томатная моль может поражать, карантинный объект. Видно, тут будут ходы такие. Здесь вроде чисто. Свежие фрукты и овощи очень полезны. Однако вместо витаминов можно получить вредители. Чем могут быть опасны сезонные продукты и как контролируют качество товара? У меня сейчас в руках небольшая роща. Но, правда, для того, чтобы она в итоге получилась, их все нужно засеять, получить сеянцы, из сеянцев получить саженцы, саженцы посадить. И после этого подождать еще лет 50. Килограммы шишек и миллионы потенциальных деревьев. Кто и зачем восстанавливает леса в Новосибирской области? Сегодня в Новосибирске открыли центр банковского сопровождения «Газпромбанка». Центр станет первым в Сибирском федеральном округе и третьим в стране. Что это значит для региона, расскажет Станислав Блинов. За многие годы работы на территории Новосибирской области «Газпромбанк» заслужил репутацию надежного партнера. Это определенные гарантии, потому что мы не можем себе допустить, используя в том числе и государственное финансирование ненадежных партнеров. Стабильная команда, стабильный коллектив. И люди меняются вместе с новыми вызовами. Специалисты финансового института сопровождают, структурируют или выступают в качестве инвестора крупнейших инвестиционных проектов, которые имеют огромное значение для развития инфраструктуры региона. Это 4-й мост через ОПИ, новые поликлиники, больницы и множество других объектов. Принято решение разрешить региональному фонду капитального ремонта жилья выплачивать авансы до 80% от стоимости работ. При этом рекомендовано защищать эти авансы как раз банковским сопровождением. Новый центр сопровождения в Новосибирске позволит сохранить главное – время. Непосредственно находясь в регионе, можно оперативно контактировать и с представителями власти, и со всеми контрагентами в рамках той или иной инвестиционной инициативы. Это упрощает решение многих вопросов. Проект – это здесь, клиент – это здесь, подрядчики – здесь, поставщики материалов – здесь. И они не могут постоянно звонить в Москву с учетом разницы во времени. Поэтому здесь абсолютно необходимы люди, которые обеспечат поддержку и сопровождение тех клиентов, которые работают сегодня на конкретных проектах на территории региона. Сервисы банковского сопровождения обеспечивают прозрачность и контроль движения средств на каждом этапе, внутри любого проекта, позволяют отследить информацию о ценообразовании и добиваться снижения наценки поставщиков ресурсов. Инвестор получает гарантию, что во всей его цепочке при реализации проекта поток денег контролируется. А публичный партнер или заказчик, кем мы чаще всего и являемся, получает уверенность, что деньги расходуются целевым образом. Сервис банковского сопровождения применяется во всех отраслях экономики. За последние три года объемы выросли в пять раз. И сегодня портфель контрактов на сопровождение в Газпромбанке превышает 8 триллионов рублей. Поэтому Новосибирский центр призван стать залогом успешной реализации намеченных планов. Станислав Блинов, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Берем молодых и даже без опыта. Работа есть и будет. Министерство труда и социального развития Новосибирской области стимулирует создание новых вакансий в регионе. Кто платит и какое жалование сотрудникам, расскажет Александр Шпак. Министерство труда наносит удар по безработице в Новосибирской области. Из-за санкций многие люди лишили своих мест. И чтобы наши отечественные компании начали открывать больше вакансий, правительство запустило программу, согласно которой люди, что устроились на работу из центра занятости, будут получать зарплату не из доходов заведения, а из государственного бюджета. Поддержка эта временная, но эффективная. В этом ресторане пока что лишь один сотрудник устроился по госпрограмме. Работает на кухне, жарит стейки, режет салаты. Выгода обоюдная. Человек в пределе. Ресторан экономит от государства субсидии в виде трех минимальных зарплат со всеми страховыми издержками. Это выгодно, конечно. В любом случае. Тем более наша деятельность пострадавшая во время пандемии. То есть любая поддержка от государства – это прям очень положительный момент. Правительство учредило программу еще в 21-м. За год больше 270 компаний приняли в ней участие. В начале этого марта программу привели в соответствие с новыми экономическими обстоятельствами. Теперь субсидированию подлежат безработные младше 30 лет. Те, кто больше всего пострадал от ухода иностранных компаний. Сейчас 10 работодателей подали свои заявки, подали свои вакансии. 56 единиц у нас получилось. И они подбирают сотрудников из числа молодых специалистов. После периода субсидирования компаниям придется справляться самостоятельно. Впрочем, это более чем справедливо. Программа помогает работодателю и соискателю найти друг друга. Они поощряют иждивенчество. Александр Шпак, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Противосанкционный режим в Новосибирске продолжает работу торговый центр, находящийся под управлением Внешэкономбанка, теперь ВЭП. И хотя головная компания в списке попавших под антироссийские санкции, у дочек никаких проблем нет. Даже арендную плату поднимать не стали. И все вопросы собственники готовы решать в ручном режиме. Подробности расскажет Дмитрий Белькевич. Только один магазин из 124 в крупном торговом центре в Дзержинском районе мегаполиса закрылся из-за санкций. Это предприятие с польскими корнями и торговавшее одеждой. Серьезно, на деятельность всего ТЦ это не повлияло. Капля в море. Все остальные арендаторы работают исправно. Мы столкнулись с тем, что закрылся магазин Ситстор, который торговал продукцией Apple. На данный момент они открыты и работают. Единственное, что на взгляд бизнеса может повлиять на дальнейшую работу, так это снижение покупательской способности новосибирцев, что не может не отразиться на возможностях арендаторов своевременно вносить, к примеру, арендные платежи. Эта практика, в общем-то, началась еще во времена пандемии. И те или иные арендаторы периодически нам подают заявления подобного характера. Мы рассматриваем их. И если видим, что ситуация объективна не на их стороне, мы ищем какие-то компромиссы. Пока в ручном регулировании ситуации необходимости нет, считают предприниматели. Хотя поток покупателей и упал на треть. Но собственники коммуналку вроде как не повысили. А вот поставщики такой лояльностью похвастаться не могут. В среднем не на много цены поднялись. Процентов на 10, скажем так, по сравнению с прошлым годом. А поток покупателей снизил цену. Якорный арендатор зарубежный Ашан из Новосибирска уходить не собирается. И сменившийся спадом недавний ажиотаж покупателей не станет причиной пересмотра бизнес-плана. Это выяснили в рамках выездного совещания представители мэрии. Чиновников также интересовала стоимость социально значимых продуктов и товаров народного потребления. Груши за 600, помидоры за 300, сахар за 89. Есть над чем поломать голову раньше. Таких ценников не было. Но главное, дефицита нет. Мы с вами прошли и убедились своими глазами, что товар присутствует. Цены, цены, цены. Они подросли. Хотя вот на тот же сахар вижу, что цена даже несколько снизилась. Спрос на сегодняшний день стабилизировался. Пустых полок нет. Власти уверены, что и ценовая ситуация стабилизируется. Предпосылки для этого есть. Дмитрий Белькевич, Алексей Зубила. Новости ОТС. Восточная плодожорка, цветочный трипс и томатная моль. Все это опасное для нашего региона вредители. В прошлом году сотрудники Росельхознадзора выявили больше 20 случаев ввоза зараженных фруктов и овощей. Как проверяют товар перед выкладкой на прилавок, расскажет Екатерина Стывко. Утро на Хилокском рынке. Торговцы разгружают фуры. Капуста, яблоки, помидоры. Около 500 тонн фруктов и овощей из стран Средней Азии. Каждую партию тщательно проверяет инспектор Иван Барзаковский. Ищет некачественный товар. Томатная моль может поражать, карантинный объект. Видно, тут будут ходы такие. Здесь вроде чисто. Заглянуть нужно в каждую фуру. Изучить сопроводительные документы, осмотреть продукты. Лимоны, например, могут быть заражены личинками. Муха средиземноморская, плодовая. Поражает такой прокольчик. Видно его визуально. И образуется такая болячка. Подозрительный товар с рынка опечатывают и увозят в лабораторию. Главное, не пропустить опасных вредителей. Из стран таможенного союза овощи и фрукты идут напрямую. То есть пересекают фактически границу и приезжают сюда на рынок. Выделяем, конечно, партии с высоким фитосаментарным риском. Это фрукты в основном. Мы их, конечно, более тщательно досмотрим. Список карантинных насекомых длинный. Конечно, несколько, например, восточных плодожорок для человека не опасны. А вот если они осядут в нашем регионе и начнут размножаться, могут в будущем и без местного урожая оставить. За прошлый год, 2021, при ввозе на территорию Новосибирской области было выявлен 21 случай обнаружения карантинных объектов. В случае выявления карантинного объекта в продукции, возможно, несколько путей. Или это либо уничтожение, либо возврат продукции отправителю. Любого найденного жучка изучают под микроскопом, чтобы определить его вид и особенности. А остатки продукта отправляют дальше, на бактериологический анализ. Весь процесс занимает около суток. Вердикт – товар, который сегодня отгрузили на рынок, безопасен для потребителя. Екатерина Стывко, Сергей Жданов, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. И смотрите далее в нашем выпуске. Яблочный ремонт где-то местами производится, но он очень недолговечный. Дня 3-4 и у вас все снова разваливается. Каждому родителю хочется, чтобы такой ребенок был самостоятельным, и чтобы в случае каких-то ситуаций он мог себя обеспечить. Федеральные деньги пойдут туда, где самые активные граждане, где максимальное участие общественности. А иначе парки и скверы для многих населенных пунктов так и останутся в проекте. Центр новых медицинских технологий, новый хирургический стационар. Оперируем все. Консультация хирурга бесплатна. Центр новых медицинских технологий, новый хирургический стационар. Новосибирск. На уличной дорожной сети Новосибирска определили 40 мест возможного подтопления. На них ливневки открыли в первую очередь. Наша темночная группа проехала по мегаполису и оценила масштабы предстоящих ремонтов. Ямочный ремонт уже давно стал своеобразной сибирской традицией. Как в иронии судьбы герои ходили в баню на Новый год, так каждый апрель дорожники в спешном порядке начинают восстанавливать разрушенный асфальт. Что вы думаете про ямочный ремонт в Новосибирске? Это вообще кошмар, ужас просто. Не ремонтируют? Невозможно смотреть на это гиблое дело. Ямочный ремонт где-то местами производится, но он очень недолговечный. Дня 3-4 у вас все снова разваливается. Поэтому как бы смысла в нем нет. Я не видел. Серьезно. Езжу каждый день. Как оцените состояние дорог? Очень плохие. Очень плохие дороги. Весь город буквально усеян знаками, оповещающими о предстоящих или ведущихся работах. Так на сегодня горячие смеси уже уложили на площади более 3000 квадратных метров в местах оттаивших ям. Кроме того, по всей области восстанавливают щебеночные дороги за сутки 13 тысяч метров в квадрате. Больше всего отремонтировали в Ордынском, Качковском, Новосибирском и Тагучинском районах. В первую очередь дорожники проводят ремонтные работы на проблемных участках. Так, еще накануне здесь была огромная яма, в которую провалился колесом ни много ни мало трактор. Однако уже на следующий день после происшествия дыру залатали. Тем не менее, масштаб проблемы пока существенно превышает уже отремонтированные объемы, что и вызывает недовольство автомобилистов. Согласно плану, в этом году ямочный ремонт асфальтированных дорог должен составить 700 тысяч квадратных метров, а щебеночных и вовсе миллион двести. Александр Шарудила, Евгений Агеев, Новости ОТС. Вскрытие рек началось. Сегодня сотрудники МЧС на реке Карасук развернули дополнительные гидрологические посты. Для предотвращения угрозы подтопления готовы провести взрывы льда. Накануне превентивные работы уже были на реке Иня в Машковском районе. Вблизи садового общества «Рябинка», где совершили два подрыва в местах возможных образований ледовых заторов. Ведут круглосуточный мониторинг ситуации с использованием беспилотных авиационных систем и космоснимков. Безопасность школьных маршрутов под вопросом. В этом сегодня убедилась одноименная рабочая группа городского совета депутатов. Теперь ищут пути решения проблемы. Подробности у Константина Клещина. Территория между улицами Кашурникова, Лежена и Бориса Богаткова наглядно демонстрирует проблемы школьных маршрутов. Причина в точечной застройке. Пешеходы вынуждены идти по внутриквартальным проездам, где нет тротуаров. И места для прокладки таковых тоже нет. При этом усилилось автомобильное движение. Из-за новостроек одним выездом из квартала стало меньше. Смысл в том, что когда происходит разработка проектной документации на отдельный дом, не принимается во внимание сама ситуация в микрорайоне, где этот дом ставится. Без учета будущей транспортной нагрузки, без учета маршрутов движения пешеходов, без маршрута движения автомобилей. Конечно, уже радикально ничего не исправить. Это подтвердили сегодня и на выездном совещании с участием местного самоуправления. Теперь упор на точечные решения. В городе Новосибирске просто должно быть принято однозначное решение, что при строительстве, при подключении любого здания капитального к уличной дорожной сети у нас должно учитываться то, как школьники не только из этого дома, а из всех соседних домов будут попадать в учебные заведения. Надежда и на превентивные меры любой объект на стадии подготовки строительства сопровождает публичное обсуждение. На нем можно высказать свое видение и понимание, но немногие жители этим пользуются. Константин Крещин, Алексей Баженов, Новости ОТС. Как разбить новые парки и скверы? Через неделю в России стартует голосование по выбору общественных пространств. Проекты победителям получат финансирование. В прошлом году в Бердске развернулась нешуточная борьба между несколькими проектами молодежного сквера и парка семейного отдыха. Однако победителем с неплохим отрывом стал экопарк. В этом году на федеральные деньги начнется его реализация. Там будут и дорожки для хождения, там можно на лыжероллерах покататься, там можно на самокатах покататься, там просто пообщаться и походить. Лесопосадки в обязательном порядке будут. На портале федерального проекта проголосовали более 100 тысяч жителей области. И в том числе благодаря такому активному участию уже весной начнут строительство больше 150 объектов по всему региону. Можно сказать, что все городские округа проявили активность. Несмотря на то, что вот именно в прошлом году медийно мы не сильно сопровождали, как там, например, в 2018 году, вместе с тем мы видим большой интерес жителей к этому конкурсу, и люди активно голосовали. И в 2022 году ожидают не меньше интерес к украшению своих населенных пунктов. Проекты десятков скверов, парков и дворов уже подготовлены общественниками и муниципалитетами. Выбор объекта благоустройства будет производиться на территории 8 муниципальных образований. Это Берск, Скетинка, Расук, Краснообской, Бершев, Ленова, Сузунг, город Татарск. По видам работ будут голосовать два муниципальных образования Барабинска и Москанина. Выбор названия объекта будет осуществляться на территории города Новосибирска. А само голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая на платформе 54.городсреда.ру. Главный фактор в голосовании по благоустройству территорий даже не в количестве проголосовавших, а в соотношении жителей к тем, кто сделал свой выбор. То есть федеральные деньги пойдут туда, где самые активные граждане, где максимальное участие общественности. А иначе парки и скверы для многих населенных пунктов так и останутся в проекте. Александр Попов, Сергей Жданов, новости ОТС. Восстановить 5000 гектаров леса собирается в этом году в регионе. Сейчас в лесничествах заготавливают сосновые семена. Спецфонд ежегодно отправляет десятки килограммов орехов, различных хвойных деревьев, что хватит достаточно для посадки миллионов новых растений. Наша съемочная группа побывала в Тугучинском районе. О том, как там заготавливают семена, смотрите далее. Процесс заготовки семян начинается со сбора сосновой шишки. Лесники выезжают за материалом в питомники с генетически модифицированными деревьями либо собирают шишки прямо на лесосеках. Далее все, что собрали, отправляют в лесхоз. Чтобы из сосновой шишки получить семена, нужно для начала их все отсортировать, чтобы не было никакого мусора. После чего отправить на сушку. Вот здесь как раз сушится сосновая шишка. И если помолчать и прислушаться, то можно услышать, как щелкают, раскрываясь шишки. Кстати, в результате они становятся вот такими. А все это ради вот таких вот крохотных семечек сосны. У меня сейчас в руках небольшая рощица. Ну, правда, для того, чтобы она в итоге получилась, их все нужно засеять, получить сеянцы, из сеянцев получить саженцы, саженцы посадить и после этого подождать еще лет 50. По плану Тугучинскому лесхозу нужно собрать 18 килограммов сосновых семян. Этого достаточно, чтобы вырастить где-то полмиллиона деревьев. Сбор шишки начинается с конца ноября по апрель месяц. После того, как мы набрали необходимое количество, потому что урожайные годы не каждый год бывают. И если быстро собираются семена, урожайность хорошая, значит, мы начинаем уже после нового года, январь, февраль месяц, мы уже делаем закладку семян на высушивание, на переработку. Ну, а вот в этом году у нас в апреле месяце получилось. У нас в регионе существует резервный фонд семян. Он нужен для того, чтобы план по посадке деревьев можно было выполнить даже в неурожайный год, когда сосны и кедры дают слишком мало семян, подходящих для выращивания сеянцев. В целом у нас по области собирается больше 4 тонн лесосеменного сырья. Ну и по доведенным планам в целом семенного сырья, ну это не только сосны обыкновенные, а в целом по различным породам мы собираем около 2 тонны, 400 килограмм, чуть больше мы собираем. Благодаря такой практике в Новосибирской области уже много лет деревья всадят значительно больше, чем рубят. Конечно, увидеть результаты этой работы можно будет еще не скоро. Более-менее приличный размер сосна набирает лет за 30-50. Дмитрий Антипов, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Эпидемия коронавируса идет на спад. Сегодня зарегистрировали меньше заболевших, чем вчера или позавчера. 209 пациентов выявили за сутки. Больше полутора тысяч выздоровели. И вот как прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Продолжаем массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Всего с начала вакцинации 1 603 800 человек. Законченный курс вакцинации имеет 1 535 137 жителей. На остатке у нас 423 104 дозы против новой коронавирусной инфекции. Поэтому еще раз и говорю об этом каждый четверг, что наша сегодня основная задача это ревакцинация по прошествии 6 месяцев после перенесенного заболевания, либо после проведенной вакцинации. В Новосибирске откроют инклюзивное кафе. Первое заведение, где будут работать люди с особенностями развития. Сейчас учат ребят с синдромом Дауна. Под присмотром профессионального бариста изучают особенности кофейного оборудования и пробуют приготовить этот напиток самостоятельно. Ксения Петренко. Подробнее. Представляю быть баристой и научиться варить кофе. Хотела бы, да? Да. А это сложно, как ты думаешь? Да мне, как и делать, но легко. Что говорит Юля, сначала кажется понять сложно, но если вслушаться, то все ясно. Она мечтает стать баристой и научиться варить кофе. У девушки синдром Дауна, и это не мешает ей вести активный образ жизни и учиться новому. Наша организация в этом году 20 лет, и все эти 20 лет пришли к тому, чтобы люди, дети, потом уже подростки, сейчас молодые люди с синдромом Дауна смогли работать. Потому что на самом деле система помощи выстроена, а когда они заканчивают школу, очень мало дальше услуг, где они могут найти свое применение. Нет услуг профессионального образования, ну практически нет услуг. У нас всего только один человек с синдромом Дауна, молодой человек с синдромом Дауна, работает сейчас официально по трудовому договору, настроен в учреждении культуры. Новосибирские предприниматели решили открыть первое в регионе кафе, где будут работать люди с ментальными нарушениями. В основе идеи было создать безопасное и открытое для всех место, где люди с особенностями могут общаться и учиться новому. Каждому родителю хочется, чтобы такой ребенок был самостоятельным и чтобы в случае каких-то ситуаций он мог себя обеспечить. Здесь мы будем давать ребятам профессию, которая сможет их прокормить в любые времена. И поэтому, конечно, родители откликнулись очень хорошо. Плюс очень хорошо откликнулись службы, которые работают с такими ребятами, государственную поддержку дают. Но для начала будущих сотрудников нужно обучить. Профессиональные бариста показывают подопечным, как варить кофе. Начали с АЗОВ, изучают виды помола. Мы с ними построили индивидуальную программу обучения. Мы исключили теоретические некоторые знания, но добавили больше практики. То есть у них будет 8 занятий, в отличие от обычных студентов, у которых 5. И все эти уроки будут посвящены как раз-таки отработке эспрессо-молока и алтарта. По окончанию обучения ребята получат сертификаты, а дальше их ждут на работу. Места есть для всех. В ассортименте инклюзивного заведения будут все виды кофе, а также фирменная шарлотка по семейному рецепту. Сейчас предприниматели выбирают подходящее помещение и рассчитывают открыть кофейню в мае. Ксения Петренко, Евгений Агеев, Новости ОТС. Сегодня для новосибирских театров начинается фестиваль «Золотая маска». Среди претендентов на победу – постановки красного факела и лаборатории современного искусства. В столицу уже прибыла труппа старого дома. Вместе с ней на фестивале работает Алексей Кудинов. Театр «Старый дом» прилетел в Москву буквально два часа назад. Но это если мы говорим об артистах, а вот технические службы уже на месте примерно сутки. Специалисты монтируют декорации, ставят свет, готовятся к репетициям спектакля «Танцующая в темноте». Многие знают это название по фильму Ларса фон Триера. И, в общем-то, был большой риск взять этот спектакль в работу, потому что в основе даже не пьеса, а как раз сценарий к знаменитому фильму. Но, как говорят в театре, конечно, не удалось избежать каких-то ассоциаций и сравнений. Но все-таки оценка зрителей и оценка экспертов на лицо. Этот спектакль претендует сразу на пять премий «Золотая маска». Конечно, без вариантов. Сравнивать всегда будут, потому что настолько известный фильм, и не было прецедента поставить его на театральной площадке. Но мы смелые, мы не боимся ничего, поэтому мы решили поэкспериментировать и сделать вот в таком формате. И я думаю, что это точно у нас получилось, поскольку мы сегодня уже на «Золотой маске». Когда прилетаешь не первый раз, уже спокойнее, чувствуешь себя увереннее. Но в любом случае, это события, события для театра, для Новосибирска. Все равно есть некое волнение, волнение от будущих показов, как это пройдет, как воспримет зритель московский. Все-таки у нас много другой зритель. Приходит зритель, который нас знает, нас любит, и он более лояльный, что ли. Здесь московская публика, тут не предугадаешь. И вот такого рода волнение, конечно, существует. Андрей Синько претендует на «Золотую маску» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Вера Сергеева заявлена в номинации «Лучшая женская роль». Художник Игорь Фоминный, режиссер Елизавета Бондаря также номинированы в своих весовых категориях. Ну, а в общем, «Танцующая в темноте» претендует на главную театральную награду страны. В очень престижной номинации «Лучший драматический спектакль малой формы». Сейчас артисты размещаются в гостинице, и через несколько часов уже пойдут смотреть площадку, хорошо знакомую. Это электротеатр «Станиславский» на улице Тверской. В этом театре год назад «Старый дом» показывал спектакль «Идиот», который принес труппе одну премию «Золотая маска». И будем надеяться, что сцена станет счастливой. Первый показ на жюри и на публику уже завтра и послезавтра следующий спектакль. Ну, а мы будем рассказывать подробнее о том, как «Старый дом» выступает в Москве. Театр «Красный факел» и другие новосибирские представители на фестивале «Золотая маска» в новостях и в проекте «Культурный максимум». Транссибирский арт-фестиваль завершился, но преданную публику ждет по скрипту. В понедельник на сцене имени Каца выступит оркестр имени Светланова. 13 дней фестиваля, как уверяет его художественный руководитель Вадим Репин, пролетели как вихрь. Концерты в Новосибирске, Бердске, Скитиме, Ордынском и везде аншлаги. Фестиваль считают культурной визитной карточкой региона на международной арене. Для зрителей это уникальная возможность услышать редкие музыкальные произведения, а также стать участниками премьер. В заключительном концерте впервые солировали втроем. Александр Князев, давний и любимый партнер Вадима Репина и дебют с Вадимом Руденко. Музыканты вместе с оркестром под управлением Юрия Башмета исполнили произведения Бетховена. И вот как подвел итог и заключительного концерта и фестиваля знаменитый скрипач. «Честно говоря, еще мысли не догнали. Я еще не осознал, что новосибирская часть фестиваля уже закончилась так быстро и неожиданно. То есть просто как вихрь пронесся в этом году фестиваль. Потому что, конечно, мы все были очень нервные. И очень много было серьезных, трудных вопросов, которые нужно было решать буквально каждые 10 минут. Вот логистика невероятная, практически невозможная. Ну и так далее. И я все-таки рад, что, безусловно, все концерты прошли. И они прошли на высочайшем артистическом уровне. И мои друзья-коллеги, совершенно потрясающие артисты, которые приняли участие в этом фестивале. И, безусловно, чувство отрады большое. Закончилась новосибирская часть транссибирского фестиваля. Но впереди концерты в Красноярске, Москве, возможно, в Италии. Но все зависит от международной ситуации. А у меня к этой минуте вся информация о развитии событий в следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Новосибирск Здравствуйте. Прогноз на 8 апреля. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Влажность 62%. Температура ночью от 0 до минус 2. Днем плюс 5,7. В последующие двое суток ожидается пасмурная погода. Температура воздуха в субботу плюс 2,4. В воскресенье плюс 3,5. На этом о погоде все. С вами была Мария Лунева. До встречи на канале ОТС. следующий выпуск. Субтитры发ел DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин